В столице прошел международный турнир по смешанным единоборствам на кубок Илдархана. Чемпионом Азии стал якутианин Григорий Попов. Всего в этот вечер состоялись 11 боев. Репортаж нашего корреспондента Ниргуяны Егоровой. Цвет, звук барабанов и технические эффекты передавали необычайную атмосферу. Предвкушения зрелищных боев были все, а в зале был полный аншлаг. Прежде всего понимаем, что наше развитие, наше будущее связано с нашим здоровьем, физическим, крепким здоровьем. Связано с сильным духом, который должен иметь народ. Якутску было дано право провести отборочный тур всемирного турнира РООТФСИ в Корее, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов. Путевку разыграли 4 бойца. Среди них был представлен якутианин Герман Березкин. Но, к сожалению, он проиграл Евгению Лахину. Последний по медицинским показаниям не вышел на финальный поединок. В итоге Россию на РООТФСИ представит Эльнур Агаев из Хабаровска. Мы могли бы с ним вместе увидеться, встретиться. Ну, судьба нас развела, как бы я победил. В Корею когда поедете? В Корее примерно на апрель. Будем тренироваться, готовиться. На октагоне за вечер состоялось 11 боев. Всем участникам рассматривали равносильных бойцов. Также и в титульном бою чемпиону мира по Муай Тай Григорию Попову противостоял чемпион Кореи и международных турниров Сун Джей Ким, у которого на счету было 13 профессиональных боев. Для зрелищности в главном бою были отобраны бойцы, склонные работать в стойке, а не в партере. А главный бой вечера он организовался именно под Григория Попова. В этом весе он первый номер нашей федерации. Он боец из Якутии. Ну и, естественно, надо было этот бой чемпионский делать под него. Григорий не дал шанса противнику, работал первым номером и уверенно держал победу. И из рук главы республики Егора Борисова получил пояс чемпиона Азии и кубок победителя. Соперник достойный, хороший. Корейцы не всегда, даже если взять UFC смотреть, не всегда приспособления идут до конца, бьются до последнего. В кламм, в кровь. Турнир по смешанным боям в Якутске впервые был проведен 10 лет назад. С тех пор этот вид спорта развивается. Каждый раз нужно задавать новый тренд, считает известный спортсмен, актер и приглашенный ведущий вечера Сергей Бадюк. На что обратил внимание, я говорю, что глава республики с первого до последнего боя не встал. Ни разу не вышел, никуда сидел, болел. Такое редко наблюдаешь, наверное, потому и такие результаты у бойцов. Участники и гости остались довольны организацией и проведением международного турнира. Отныне клубок Ильдархана будет проводиться ежегодно. Юргана Егорова, Алексей Просимов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.